Это физическое явление. И естественно, он потом распадается опять же на перекись водорода, кислородом и так далее, с выходом воды. Если он распадается, он производит тот как раз атомарный кислород, который уже входит в клетку и хорошо ею усваивается, и благодаря этому, тому же, следующему кислороду у нас происходят все режимы, как работы, так жизни, так и отдыха. Так как кислород самый распространенный газ, мы должны ему тоже, естественно, уделять внимание. Вспоминаем, что вода содержит 89% кислорода. Поэтому, когда говорят питьевой режим, помимо всех прочих положительных вещей, которые оказывает вода на организм, вымывает, помогает выделительным системам, опять же, в воде находящийся кислород помогает работать со свободными радикалами, чистит, прочищает и так далее. Пьем побольше воды. Столько, сколько нам говорит. Полтора-два литра в день. Если большие нагрузки идут, мы увеличиваем. Не забываем, что наши почки усваивают не более одного литра в час. Так, идем дальше. Так, у меня куда-то все убежало. Вопрос. Меня видно? Вот сейчас хорошо. Если мы говорим за то, что у нас идет круговорот кислорода, он попадает в организм, а потом благодаря чему-то удаляется, это только благодаря крови. Повторяю, кровь зашла в легкие, отдала часть углекислого газа, произошел взрыв, насытились мы кислородом, кислород прицепился к гемоглобину и поскакал по крови дальше. В клетке отдал. У нас при этом кровь артериальная, красненькая такая, алая. Там взял всю гадость продукта распада, как сточная уже вода канава темного цвета и пошел опять назад в сторону легких. Если говорить о том, что входящие в состав кислорода, входящие в состав углерода различные соединения приходят в клетки, а питание клетки должно быть полноценным, вспоминаем эту лекцию, там более 100 соединений, то очень многое зависит как раз от того, как играют эти соединения между собой. Так называемый электролитный баланс. Огромное значение, безусловно, имеет соотношение кислорода и углекислоты. Мы сейчас переходим к чему? Кислород является окислителем для сжигания разных веществ. Кровь, когда выходит от клетки и бежит дальше к легким, она насыщена определенной консистенцией углекислого газа. Кислород пришел, углекислый газ отдал. Но когда организм зашлакован, а мы говорили, что есть у нас периоды больших нагрузок, то наш гемоглобин, который с помощью кислорода называется оксигемоглобин, при нагрузках он имеет другую форму. Кислород, когда присоединяется, он не расходуется в клетке, возвращается назад. Опять не совсем кислород идет в клетку, а клетка нуждается в кислороде, она задыхается, происходит определенная гипоксия, опять возвращается. Таким образом, клетка испытывает постоянно недостаток кислорода. Она же не очищается, она не потребляет, и она задыхается. С другой стороны, по питанию, если вернуться, это мы сейчас говорим об иммунной системе, то природная пища, в основном растительная, которая не жареная, не пареная, не замороженная, в ней больше кислорода. Естественно, больше кислорода попадает, и меньше энергии на отщепление этого кислорода организм терапит. Но есть у нас еще вторая часть этой проблемы. Мы знаем, что процессы в организме с учетом химических законов не заканчиваются образованием АТФа. Все помнят, а динозин-3-фосфат. А дальше продолжается возникновение электромагнитного поля. Почему я это хочу вам сказать? Сейчас вы посмотрите. Когда клетка вырабатывает свой кислород и получает энергию для окисления, она должна получить энергетическое возбуждение. А мы знаем, что на эритроците есть отрицательное напряжение. Но в ней есть такой маленький кусочек атома железа, который постоянно на себя берет этот кислород. Если этого железа мало или это железо неправильное, у нас не будет происходить электромагнитного колебания. Это влияет на вхождение кислорода в клетку. Железо. Запоминаем. Железо. Очень важно. Но когда подходит этот эритроцит к клетке, отверстие для попадания в 3 или в 4 раза меньше этого капилляра. И что делать тогда с эритроцитом? Вот тут как раз вот эта отрицательная зарядка, которая у нас была на эритроците, соединяется, как свеча в двигателе внутреннего сгорания, несколько атомов железа. Взрыв. За счет специального закона эритроцит закручивается и в эту маленькую щелочку капилляра втискивается. Которая, повторяю, в 3-4 раза больше, чем он. И за собой он тянет и воду, и питание, и этот кислородик маленький для обеспечения всего жизнедеятельного процесса самой клетки. Это очень важно запоминать. Очень часто, когда нам говорят, электропроцедуры назначают, вот это магнитное поле, которое может что-то с чем-то балансировать, положительно влияет на питание клетки. В итоге это место оздоравливается и у нас все ок. Клеткам, внимание, почти всегда не хватает кислорода. Это очень важно понимать. С точки зрения науки, когда человек глубоко дышит, у него появляется излишек атмосферного кислорода. Ну а это и приводит к большому возникновению свободных радикалов. Если клетка вступает в химическую реакцию, и у нее есть эти свободные радикалы свои, которые она выделила, то свободные радикалы в большем объеме, еще и свои свободные радикалы, начинают жрать не только плохие бактерии и вирусы, а начинают жрать и свои клетки. Это насчет свободных радикалов, к которым мы сейчас переходим. Это важно для понимания, какой процесс проходит у нас при дыхании. Не только можно нагрузить, но еще нужно понять, что проходит и как потом это удалить. По свободным радикалам пройдусь достаточно быстро. Все помнят, что это активные частицы, которые мешают нам жить. Они разрушают наши клетки. Если мы посмотрим на здание, любое, которое подвергается каким-то воздействием внешней среды, получаются какие-то дырочки, точечки. Вот примерно с клеткой тоже и происходит. Потому что каждый свободный радикал атакует, пытается кусок вырвать, как пираня, а потом сожрать всю клетку. Но с ними можно бороться, с этими свободными радикалами. Одной из систем по работе со свободными радикалами, конечно же, это является наша иммунная система, которая с одной стороны производит их, но в достаточном объеме, а с другой стороны она пожирает их, если их больше. Наша иммунная система, она, как мы помним, почти на 80% у взрослого человека находится в кишечнике, в толстом кишечнике. Это я специально повторяю, что то, что мы кушаем, то, что мы потребляем, будет являться основой для нашей защитной армии. Дыхание, при котором, при глубоком, могут появляться свободные радикалы, может быть, как влиятельный процесс через наш кишечник, выделяя антагонистов этим свободным радикалам, сожрет их, уменьшит их количество и поможет нам жить. С этой стороны иммунная система для нас очень важна. Обращаем внимание на еду, которую мы потребляем, на ее качество и на раздельность питания, для того, чтобы кислород, попадая в хлебку, мог дифференцировать, какой окислительный процесс на какую пищу можно оказать и какая пища будет усваиваться. Итак, кислород, иммунитет, толстый кишечник влияют на здоровье нашего организма. Надеюсь, тут все понятно. Если мы дышим сильно глубоко, мы знаем, выделяются радикалы, мы знаем, что наш кислород подвязан к эритроциту, он прибегает к клетке, но мы помним, что у нас есть углекислый газ. Так вот, если пропорция углекислого газа будет маленькая, а углекислый газ является раздражающим фактором, таким семафором, если его мало, он не поднимет семафор, и кислород в клетку не зайдет. Сколько бы вы не дышали, много, кислорода в организме, в крови будет много, но до клетки он не дойдет. Надо увеличивать количество углекислого газа для того, чтобы семафор открылся и кислород задержал внутрь. Кто знал об этом, молодец. Кто не знал, продолжение следует. Итак, в организме для работы с выравниванием кислорода, углекислого газа и этих свободных радикалов, которых может быть больше, раз кислород циркулирует, не заходит, свободных радикалов много, в нашем организме есть система антиоксидантная, в которой присутствует перекись водорода. Естественно, наша иммунная система вырабатывает часть этого перекиси водорода, потом она сразу же разрушается, но в этот момент, пока она находится, она помогает нам бороться с радикалами и выравнивает углекислый газ по своему проценту больше. Кислород отщепляется, заходит в клетку. Поэтому на перекись водорода как таковую в организме, как фактор, влияющий на выравнивание, увеличение углекислоты и потребление, что влечет за собой уменьшение кислорода, играет большую роль. Очень много процессов восстановления, которые требуют каких-то дополнительных вмешательств со стороны, потому что мы не всегда можем это сделать сами. У нас организм получает очень много негатива, неправильная еда, окружающая среда, нечистая вода, мы мало гуляем, двигаемся, в данном случае тоже. Это все влияет на то, что свободных радикалов много. Организму нужно помогать. Понятно, что физкультура, упражнения, в том числе и плавание, влияют положительно. Но есть определенные специальные иммуно- или добавки, или препараты, улучшающие действия иммунной системы. Я этим пользуюсь достаточно давно. Продукция алоэ вера. Кому интересно будет, мне в личку напишите. Я с вами пообщаюсь более конкретно. И мы должны постоянно давать нашему организму, кроме дыхания, какие-то дополнительные, упрощенные, вспомогательные вещи, элементы. Итак, поскольку наш кислород, который бежит по крови, является атомарным, он может быть одним из самых сильных антиоксидантов. Когда у нас величайшее количество кислорода молекулярного, который привык из воздуха, не может усвоиться, а наш атомарный, по степени проникновения в клетку, является тем базовым, с которым заходит он в клетку. Конечно, наших свободных радикалов по истечении возраста все больше, 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 больше и больше. Мы мало, все меньше, меньше и меньше уделяем внимание на восстановление. По возрасту мы это чувствуем, и мы понимаем, что на восстановление нужно уделять больше времени. И переходим к одному из составных частей нашего воздуха – это углекислый газ. Он является важнейшим регулятором деятельности нашей жизни. Важнейшим. Некий кислород, он идет на окислительные процессы. Безусловно, влияет на весь метаболизм. Но с помощью углекислого газа этот кислород заходит. И я повторяю, уровень углекислого газа в крови постоянно должен поддерживаться. Клетка постоянно должна быть в небольшой гипоксии. Постоянно. Тогда потребление кислорода, который пришел, будет эффективней. Коэффициент полезного действия, коэффициент потребления кислорода клеткой будет выше. Если нет углекислого газа или мало в организме, могут наступить процессы, как говорят, неравномерные с жизнью. Обращаем на это внимание. Углекислый газ. Но дышим мы так как неправильно. Все боятся, что если у нас будет то ли задержка дыхания, то ли какая-то пауза, что у нас ничего не получится. Но можно вспомнить, как дышат певцы. Короткий вдох. Ты же меня пизманула и так далее, и так далее. Весь куплет. В итоге вдох, он имеет величину по времени одну. А выдох у нас идет вот в такую величину по времени. Задумаемся над этим, когда мы даем какие-то упражнения. Эдуард, осталось 8 минут. Мы будем продолжать вторую часть или сегодня мы успеем закончить? Я хочу вот эту первую часть сегодня закончить, потому что это все-таки такой слегка академический вариант. А потом пообщаемся, когда следующий. Я тогда расскажу более просто, какие примеры. Вторую конференцию мы не создаем, да? Нет, сегодня не создаем. Пусть ребята усваивают. Итак, если мы говорим, что человек испытывает большие физические нагрузки, то, естественно, больше производится как вторичный продукт углекислый газ. Естественно, у нас замедляется весь обмен веществ, а это вызывает снижение выработки углекислоты. Заколдованный круг. Но волшебство углекислого газа заключается в том, что его концентрация в клетках, когда увеличивается, вспоминаем, это способствует расширению капилляров для того, чтобы больше кислорода поступало в межклеточное пространство, а потом уже из этого межклеточного пространства в клетку путем диффузии. Так как каждая клетка имеет свой генетический код с самого начала рождения, у нее расписана вся программа деятельности, чего бы мы ни хотели. Можно просто развить ее функции, но программу деятельности, как она будет жить, сколько она будет жить, мы изменить не можем. Кроме, конечно, если не будем ее бусать, давить, бить, уничтожать самостоятельно. Или будем наплевательски относиться к здоровью. Так вот, нужно помнить, что если в клетке есть баланс по снабжению кислородом, водой, питанием, она отработает столько, сколько ей дано природой. Но нам для этого нужно научиться дышать неглубоко и делать выдох всем объемом легких. Или после каких-то вдохов на какой-то счет делать задержку дыхания, делать выдох и опять задержку дыхания. Для того, чтобы привести весь цикл газообмена на слегка гипоксическое состояние. Углекислота вырабатывается больше, является семафором, кислород атомарный проникает в клетку, питает, все продукты усваиваются, выделяется тепло, вода, опять назад побежал с выделением всех веществ. В легких взрыв, вспоминаем от железа, бум! Во время этого стерилизация воздуха идет, выхлоп излишек углекислого газа. Поскольку площадь альвеол большая в легких, углекислый газ туда, естественно, частички какие-то нашего неправильно другого продукта через капилляры. И пошел круг, малый мы плоним через легкие, потом большой через весь организм. Хочу напомнить, как пример, и будем заканчивать, что люди, живущие в горах, у нас очень часто проходили сборы, и мы очень много беседовали на эту тему. И с людьми, которые там живут, с горцами, и с теми, которые организовывали эти научные подходы, а мы тренировались на средней горе 2-3 тысячи метров. Так вот эти люди живут дольше. Кроме вкусной или чистой воды, кроме питания, там еще и воздух. Но там содержание кислорода, чтобы все понимали, оно одинаковое, как и на земле. Давление просто разреженное. И поэтому кислород поступает в кровь не с таким напором. Там количество в воздухе кислорода тоже. Надо не путать. А вот давление там меньше. Поэтому его поступает в организм чуть-чуть меньше. Постоянное вот это вот кислородное голодание за счет постоянно увеличенного, повторяю, увеличенного состава углеводорода, оно влияет на то, что все, что потребляется им, усваивается прекрасно. Клетка живет дольше и живет здоровее. Так, и на сегодня буду заканчивать. Мы должны понимать, то, что я вам сейчас сказал, это немножечко не вяжется с нашими общепринятыми канонами, но иногда нужно как новый проект что-то и начинать. Потому что каждый раз, когда мы принимаем наше решение что-то изменить, мы рискуем. Можно даже задурить голову и подумать, обо мне будут думать так или эдак. Плевать, без рисков невозможен дальнейший рост. Учимся, учимся. Две двери. Свобода, безопасность. Если выбираем безопасность, мы теряем и то, и другое. А свобода, ребята, мы находим в себя. Повторяю, кто хочет на восстановительные процессы, с учетом определенной продукции Алоэ Вера, обратить особое внимание, you are welcome to my private chat. Всем спасибо за внимание. Мы с башкирсовой госпожой переговорим. Если ваше мнение будет о том, что нужно продолжить, с удовольствием поделюсь своим опытом. Всем пока. Да, спасибо огромное, Эдуард. Вы все прослушали курс Беохимии. Смотрите, да, вам сейчас, ну, класс, да, очень сложно на самом деле. А на самом деле по некоторым вопросам стыковки с иммунитетом я не согласна. Честно, Эдуард знает об этом. Можем поспорить, но не сейчас. Я спорить не буду, потому что я еще раз повторю, что наш организм очень сложный, очень сложный, настолько сложный, что никто на сегодняшний день не знает всех его возможностей и всех его... Но все, что происходит на самом деле, это другой взгляд на иммунитет со стороны биохимии, со стороны кислорода. Я считаю, что иммунная система, она не расположена в кишечнике, это мое личное мнение, она расположена вообще во всем организме, это не локальная структура, это вообще не структура, это отдельный механизм. Это механизм, это не орган, он не может располагаться в каком-то определенном органе, да, это механизм иммунная система. То есть там задействовано все-все-все. Так, ладно, не будем дальше умничать. В субботу у меня будет лекция по питанию, где вот я затрону эти аспекты с другой стороны. Да, но не глубоко. Еще раз повторяю, потому что глубокие знания требуют определенных капиталовложений. Все, всем спасибо, Эдуард, спасибо, мы сейчас отключимся. Если будет интересно, обращайтесь, Эдуард продолжит свои лекции в обсуждениях, это мы все увидим. Все, всем пока. Всего доброго, ребята. Да, сториз. Субтитры создавал DimaTorzok